Как бы Вы посоветовали христианам молиться перед чтением Библии? О чем просить? Ну, наверное, уже частично мы говорили про это. Допустим, о чем молиться, как просить. Я думаю, что те, кто мы задаем вопросы вот эти, мы понимаем важность взаимоотношения с Богом. Мы знаем, кто является автором этого Писания. Правда же, да? Кто является автором? Понятно, что Дух Святой. И по плоти, если мы будем просто с ним, я просто книгу читаю, вона для меня так и принесет пользу. Так и не принесет пользы. Но когда я обращаюсь к автору этой книги, то есть Дух Святой, який ввел Священное Писание, то только Он будет меня вести, открывать и показывать. Это очень ответственно. Молиться. Как мы говорили перед проповедью, перед чтением Слова Божьего, обязательно, обязательно и особенным, я попросил бы, попросил бы вас в смирении читать. Не шукайте собі оправдання твоему якому-то недостатку или греху. Не шукай оправдання, какая греха. Ты должен со страхом и трепетом. Я, бывает, в некоторых моментах стою на коледне читаю, стою молясь, читаю. И, извиняюсь, что я так скажу, боюсь, что я просто реву. Да. Буваю, я реву. Мені, почему це воно так происходить? Потому что в мене, в мене одне, одне и молитва тут, и чтение. Я и молюсь, и читаю. Вчера вечером, вчера вечером я готовлюсь до сегодняшнего служения, понимаю от страха в человека. Слушай, я реву, ще начинь отсюда сверку документов сделал, и реву, молюсь, реву, остаюсь, ще тут сверку сделал, Михаиловна вошла, я остався ще тут трошки, молюсь, реву, молюсь. Провозглашай места Писання. Я хотів би сказать вот это слово, може, и ще важный, не тільки читай, а дитей провозглашать. В какую-то ситуацию провозглашать. И это я вчера так начал провозглашать. Ты Бог спасения моего. Ты защита моя. Ты убавание моё. И ходь оттуда реву. Я извиняюсь, вы дозводите меня до того, что я пятничную ревусь. Но я ж не хотел бы ревусь. Потому что я обычно, когда реву, то мне сложно говорить. Спасибо большое. Очень трогательно, важно. Думаю, каждому христианину можно только пожелать такого чтения, таких взаимоотношений.